Отправьте смс на короткий номер. Батарея разряжена, подключите зарядное устройство. Абонент временно недоступен. Свободная касса. Эти фразы знает каждый, но как же неожиданно видеть их на художественных керамических изделиях в стилистике изразцов XVIII века. И в шутку, и всерьез. Откуда бы современная молодежь узнала, что это сложная технология майоликовой росписи, в которой изготавливались печные изразцы и посуда. А со знакомыми словами внимание точно обратят и, может, заинтересуются этим видом искусства. Это серия шутка, я бы так сказала. Начиналось это все именно как шутка. Когда я делала эти работы, я поняла, что у нас ведь столько уже знаковых, ну, не только фраз, но у нас есть много знаковых каких-то вещей для нас, да, которые... Вот вы просто только показываете это, и у вас сразу открывается целый мир, вы сразу понимаете, о чем идет речь. И хотелось соединить вот это народное искусство, которое сейчас утрачивается, с вот этим вот более современным пониманием. Художнику-керамисту Екатерине Базловой выпала честь открывать программу ежегодной культурной акции «Ночь музеев». История в портретах и натюрмортах. Так называется ее персональная выставка в стенах Шелковского историко-краеведческого музея. Художница профессионально владеет разными техниками изготовления керамических произведений. Работает с разными материалами – фаянс, шамот, глина. На выставке соседствуют живописные пласты, панно, декоративные блюда и сосуды, пространственные скульптурные композиции. В керамике она воплощает и портреты, и совершенно нематериальные вещи – воздух, ветер, туман. И в каждой работе некая тайна, которая заставляет мозг работать. Сегодня уже признанный мастер. Когда-то Екатерина Базлова начинала большой творческий путь в нашем музее. Здесь прошла ее первая выставка, совместная, с Анной Андриановой и Анной Филипповой. Музей своего рода дал нам такой керамический старт, керамический толчок, с которого мы уже начали выставляться и даже отдельно. И персонально у нас уже были не только в компании, словно персонально, а настоящие персональные выставки. Музей и его сотрудники в постоянном поиске чего-то нового. Эта ночь музеев положила начало сотрудничеству с ансамблем флейтистов под руководством Татьяны Крыловой из Щелковской детской музыкальной школы. Верим, что это надолго. Их искусство того стоит. Забегая вперед, скажем, что музыка в музее этим вечером еще будет. Но музей не был бы самим собой, если бы не приобщил своих гостей к изучению истории родного края. Квест под названием «Путешествие по реке времени» собрал немало любителей проверить и пополнить свои знания о Щелкове. С помощью подсказок на стендах участники вспоминали события давнего и недавнего прошлого. Правильно ответившие получали абонемент на пять бесплатных визитов в музей. Узнал нового, много интересного. История Щелкова. Больше только фрязь не знала историю. Шикарная, интересная. Стараемся просвещаться сами и детей. Есть именно такие мероприятия. И очень рада, что есть такая возможность тоже посетить и более глубинно изучить историю. Очень довольна посещением музея. Долгий срок здесь не была. И вот когда пришла, была приятно поражена. И внизу великолепная выставка современного лоскутного искусства. И второй этаж. И, конечно, вот этот квест очень остроумная идея. И волей-неволей, а историю города Щелкова будешь знать лучше. Да, мы очень рады, что такое мероприятие состоялось в Щелково. Каждый год Международный день музеев и Ночь музеев – это определенный этап в развитии учреждения культуры. Сейчас музей на самом пороге серьезных перемен. С 1 июня он объединяется с художественной галереей и меняет название. Становится историко-художественным музеем. В планах отремонтировать это пространство, пространство галереи, потому что достаточно много времени прошло с последнего ремонта. И галерея, конечно, требует такого ремонта. Обустройство хранилищ, каких-то рекреационных зон. Мне кажется, просто оно должно соответствовать музею. Не по части каких-то выставок, выставки всегда там были неплохие, а по части именно музейного пространства. Оно там, мне кажется, немножечко устарело. Мы назовем это выставочный зал, галерея. Это некая такая вот дань. Слово «галерея» останется в названии выставочного зала. К слову, художественная галерея уже чувствует себя единым целым с музеем. Поэтому в ночь музеев здесь тоже прошла культурная программа. Концерт учеников и педагогов Школы искусств имени Розума. Город звучит. Традиционная музыкальная программа «Ночи музеев» должна была состояться на улице, но дождик внес свои коррективы. Но десятки зрителей говорят, что он ничего не испортил. Они пришли радуются и слушают тубивую музыку в исторических стенах в исполнении артистов театра «Атмосфера». Народный коллектив театрального искусства «Любительский театр «Атмосфера» в этот вечер перевоплотился в другой вид искусства. Артисты театра под руководством Анастасии Гребенниковой очень любят петь в своих постановках и благодаря приглашению к участию в акции «Ночь музеев» смогли самореализоваться. Всем на радость! Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.